Любая машина с увеличенным дорожным просветом в России пользуется устойчивым спросом. А Ford Fusion стоил недорого по сравнению с полноценными паркетниками, и при этом он еще имеет отличную репутацию по надежности. И на вторичном рынке эта машина, очень даже в ходу, она пользуется отличным спросом. Предназначенный исключительно для европейского рынка автомобиль Ford Fusion впервые был представлен в 2002 году. Несмотря на то, что он был разработан на базе модели малого класса Ford Fiesta, салон Fusion поражал простором, а багажник – вместительностью. Кроме того, автомобиль обладал большим дорожным просветом и отличался достаточно доступными ценами, что стало причиной его большой популярности на отечественном рынке. В 2005 году был проведен небольшой рестайлинг, основным заметным изменением которого стала возможность купить Ford Fusion с четырехступенчатым автоматом. Также машины с мотором 1.4 могут агрегатироваться роботизированной коробкой передач Dura Shift. В 2012 году производство Ford Fusion было прекращено. Клиренс у Ford Fusion 163 мм против 130-140 мм у большинства автомобилей B-класса. Однако же для полноценной внедорожной езды эта машина вряд ли подходит. Привод здесь может быть только передний. Fusion, как и большинство иномарок, имеет мультиплексную проводку. Работать с ней сложно, да и цены на эти работы немалые. Проблем по электрике у автомобиля в основном нет. Мастера говорят, что иногда случаются какие-то сбои, но они не носят ни частый, ни хронический характер. Разве что слишком часто перегорают лампочки. То есть раз в 3-4 месяца машина остается без ближнего или дальнего света. Но и то не всегда. И так как здесь не Xenon, замена очень недорогая. Большой моторной гаммы Ford Fusion не имел. В России продавали только автомобили с двигателем объемом 1,4 литра 80 лошадиных сил и 1,6 лошадей. Именно машины с такими агрегатами вы и встретите в большинстве случаев на вторичном рынке. А вот из Европы при желании можно привезти дизельный Fusion с мотором 1,4 литра 68 лошадиных сил. Или 1,6 лошадиных сил уже 90 лошадей. Мало того, на рынке старого света можно встретить Fusion с бензиновым мотором объемом всего 1,2 лошадиных сил. Однако стоит сразу сказать, что у машины с таким мотором откровенно недостаточно мощности. И может быть именно поэтому в России было принято решение не продавать ее в принципе. К тому же разница по цене между автомобилями 1,2 и 1,4 абсолютно минимальна. Что же касается дизелей, то они хороши. Особенно мотор 1,6. Его 90 лошадиных сил хватает для того, чтобы очень динамично ездить. Особенно это удобно по городу. Причем основная прелесть это не динамика самого двигателя, а удобный резкий старт. Дизели как водятся тяговиты. И в том и удобство. А у Fusion дизельный мотор достаточно тихий. При этом по надежности к нему нет никаких вопросов. Но у дизельных Fusion есть и свой минус. Они значительно дороже бензиновых собратьев. Да и к тому же, как и большинство автомобилей, которые возятся из-за границы, особенно недорогих, эти машины могут быть сомнительного качества. Если же все-таки задаться целью в поисках дизельного Fusion, то за такой автомобиль придется переплатить на 30-40 тысяч рублей побольше, чем за бензиновый. Что в данной ценовой категории достаточно значительно. Если же выбирать между моторами 1,4, как у нашей машины, и 1,6, то лучше все-таки предпочесть второй силовой агрегат. Он банально мощнее на 20 лошадиных сил, которые у этой машины очень даже чувствуются. Правда, машины с моторами 1,6 обычно приобретали в дорогой комплектации Elegance, поэтому и на вторичном рынке эти автомобили будут дороже. В России Ford Fusion поставлялся в двух комплектациях – Trend и Elegance. Причем не удивляйтесь, если вам предложат неплохо укомплектованный автомобиль, но без кондиционера. В комплектации Trend действительно были АБС, 4 подушки безопасности, обтянутый кожей руль, электрозеркала с подогревом, противотуманные фары, электропривод стекол передних дверей. Но кондиционера могло и не быть. По надежности бензиновых двигателей у этих машин все в порядке. По словам мастеров, здесь нет вообще никаких слабых мест. Иногда бывает, что свечи не проживают и 20 тысяч километров, но вряд ли в этом стоит винить компанию Ford. Скорее, качество нашего топлива. Иногда бензонасосы не выживают более 50 тысяч километров пробега. Но чтобы продлить, а точнее не укоротить жизнь бензонасоса, желательно не доводите до пустого бака, особенно в жару. Стоит сделать оговорку, что бензонасос выходит из строя на 50 тысячах не так уж и часто. Обычно он доживает до 100. А если его замена все-таки потребуется, то это порядка 9 тысяч рублей. Если же вы покупаете машину с пробегом более 100 тысяч километров, будьте готовы к тому, что, возможно, вам придется вложиться в техническое обслуживание двигателя и его навесных агрегатов. Может оказаться, что его приводные ремни уже подизношены, да и ремень ГРМ может быть в печальном состоянии. Мастера особо подчеркивают, что в данном случае ремень ГРМ стоит менять только на фирменной сервисной станции. Дело в том, что установить его правильно можно только при наличии фирменного оборудования. На Fusion ставили три типа коробок передач. Наиболее надежная – традиционная механика. Она не только имеет большой ресурс, но еще и работает четко. Только при покупке автомобиля с пробегом около 100 тысяч километров будьте готовы к тому, что скоро может умереть сцепление. 12 тысяч рублей, между прочим. Кроме того, составить ему компанию может промежуточный подшипник привода, замена которого будет стоить около 4 тысяч рублей. А вот с автоматическими коробками у этого автомобиля ситуация интересная. Ведь многие продавцы, когда говорят, что у них коробка автомат, имеют в виду и традиционную автоматическую трансмиссию, и полуавтомат, то есть робот Дьюрашифт. Например, как у этой машины. Автомат шел только с двигателем 1,6, а вот с двигателем 1,4 был также робот. Дьюрашифт, по сути, представляет из себя обычную механику, но только за переключение передач здесь отвечает не рука водителя, а электроника. Так вот, эта самая электроника переключает передачи далеко не самым лучшим образом. Машина часто дергается, так что получается, что робот не самая удачная трансмиссия, по крайней мере, в данном случае. Покупать такую машину стоит только в случае, если вы спокойный и неторопливый водитель. А с надежностью Дьюрашифт ситуация такая же, как и с роботизированными коробками у других производителей. Ее ресурс, безусловно, меньше, чем у обычного автомата. Многие владельцы фьюженов с роботом обращаются в сервис при пробеге уже менее 70 тысяч километров. Выражается неисправность в хрустах и стуках при переключении передач, а также могут не работать некоторые режимы. Ремонт роботизированной коробки обходится в 30-40 тысяч рублей. Обычный автомат совершенно не подводит своих владельцев. Но, тем не менее, если вы будете брать машину с пробегом значительно больше 100 тысяч километров, автомат все-таки стоит проверить на специализированном сервисе. Подвеска у Форд Фьюжен радует владельцев машины своей надежности. Ее устройство достаточно простое. Впереди амортизационные стойки, а сзади подвеска полузависимая, рычажно-пружинная, с продольными рычагами и поперечной балкой. Владельцы Форд Фьюжен первых годов выпуска жаловались на слабые стойки-стабилизаторы, которые выхаживали всего по 20 тысяч километров пробега. Форд обратили внимание на эту проблему и сделали более усиленные стойки, которые в дальнейшем выхаживали не менее 100 тысяч. Вообще, именно 100 тысяч километров мастера считают для этой машины критическим пробегом. А с учетом того, что большинство этих автомобилей уже пробежали свои 100 тысяч километров, будьте очень внимательны и узнайте у хозяина. Скорее всего, он эти вложения уже делал. К 100 тысячам под замену, скорее всего, пойдут амортизаторы, подшипники ступиц, стойка стабилизатора и втулки стабилизатора. В рулевом управлении Фьюжина проблемы очень нечасты. Иногда может начать шуметь насос гидроусилителя руля. Но даже с таким насосом можно проехать без проблем еще достаточно долго. Проблемы с рулевой рейкой очень нечасты. Иногда она может выдавливать масло или подстукивать. Но, опять же, эти проблемы, во-первых, очень нечасты, во-вторых, недороги устранения. Цены на запасные части средние для рынка иномарок. Так, амортизатор стоит 4,5 тысячи рублей. Подшипник ступицы – 2,4 тысячи рублей. Стойка стабилизатора около 4 тысяч рублей. А втулка – 500 рублей. Краш-тест Ford Fusion по системе Euro NCAP был проведен в 2003 году. Fusion обладает схожей ходовой частью и конструкцией кузова с Ford Fiesta. Их результаты очень схожи. Салон автомобиля оказался очень устойчивым к ударам. Он лишь немного пострадал при лобовом краш-тесте. Правда, был зафиксирован риск получения травм груди водителя и переднего пассажира. Остался также небольшой риск получения травм коленей водителя. Однако же Ford много работал над тем, чтобы сделать именно эту область безопасной. Показатели защиты при боковом краш-тесте были весьма приемлемыми. Защита пешеходов средняя, но приблизительно такая же, как и у всех автомобилей этого класса. А вот защита детей была оценена как хорошая. Общий результат – 4 звезды за защиту водителя и пассажиров. И 2 звезды за защиту пешеходов. Ford Fusion – это удобный и надежный автомобиль. Не зря эта машина пользовалась таким хорошим спросом на первичном рынке, а теперь пользуется и на вторичном. А к удобству и надежности добавляется еще и очень разумная цена. Конечно, лучше всего покупать машину в максимальной комплектации уже с кондиционером и электропакетом. А наиболее предпочтительный мотор будет 1,6. Коробку стоит выбрать либо обычную механику, либо традиционный автомат. И на всякий случай лучше избежать робота. На механике такую машину 2006-2007 года выпуска можно приобрести приблизительно за 300 тысяч рублей. Машины с роботом стоят где-то столько же. А вот машины с автоматом – это как водится на 30-40 тысяч рублей дороже. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok